Что такое цифровая экономика? Мы проанализировали, Илья Димитров, у нас один из главных разработчиков нашей модели, главный разработчик. Я человек достаточно далекий, я шампанское производил раньше, когда был предпринимателем, а сейчас бизнес защищает правоохранительных органов. Конечно, далек от цифровой экономики, вот что я понял. Первое. Сегодня есть возможность анализировать большие числа, большие базы данных. То есть это количество, себестоимость товаров, стоимость на рынке огромного количества товаров, и не только на каком-то одном рынке, а на всем мировом рынке. Собирается вот эти все огромное количество данных в единые центры, и путем анализа выстраиваются модели, которые категорически, то есть которые кардинально отличаются от тех моделей, которые работала рыночная экономика. Рыночная экономика – это маркетология, оценка спроса такая очень приблизительно, и выпуск большого количества товаров, которые находят своего потребителя или не находят своего потребителя. То есть либо большие риски, либо большие вложения. Но рынок, рыночная экономика, то есть уже конкретно там на рынке определяется, нужен товар или не нужен товар, и соответственно стоимость своего товара, спрос и предложение. Здесь можно думать заранее. Здесь путем анализа того, что есть сегодня в других секторах с этим товаром, но на разных рынках, можно выстраивать стратегии по своему товару, изготавливая ровно столько товара, того качества, чтобы полностью удовлетворить потребности твоего потребителя, и прямо ему поставить этот товар. То есть это будет экономика на заказ практически. И это в какой-то степени не только какие-то изменения экономических моделей, это изменение экономической формации. Это следующий этап к переходу к коммунизму. Потому что от чистого капиталистического общества, где все соотношение было на спросе и предложении, на рыночных отношениях, то здесь идет уже прогностическая экономика. Это не похоже на плановую экономику, хотя есть определенная конвергенция рынка с плановой экономикой. Но это новая экономика, которая будет работать совершенно на других принципах. Но это раз, это цифровая экономика. К сожалению, наши оппоненты не совсем правильно понимают слово цифровая экономика. Даже прочитав стратегию ЦСР, мы видим, оцифровать все данные, оцифровать старую экономику. Все перевести на базу, на новую систему баз данных. Надо выстраивать новые модели уже на базе новых цифровых технологий. Но оцифровать то, что есть, это абсолютно бессмысленная трата ресурса. Тем более, что технология меняется, и сегодня все переходят на новые системы записи, распределенные реестры, на блокчейн. И тогда уже надо делать все на блокчейне. Но пока мы к этому не готовы, потому что у нас законодательство к этому не готово. Теперь второй момент, который мы определили как главное направление в новой экономике, это цифровой экономике. Это, конечно, создание компании платформ. Это абсолютно новое явление в нашей жизни. Это то, что как бы предвестниками этого, первыми пионерами этой новой технологии стали такие компании, как Alibaba, Amazon. В какой-то степени пытается это сделать сейчас Сбербанк. Очень упорно, и надо отдать должное ту упорству и стремлению, которым этим занимается Греф, создать на базе Сбербанка компанию-платформу. Это такие многофункциональные сервисные компании, причем не национальные, они не ограничены национальными границами. Это все, естественно, интернет-компании, которые обеспечивают комплексную услугу как для производителей, для бизнеса, так и для потребителей и населения. И резко сокращая издержки. Резко сокращая издержки. Причем идет конвергенция. Если раньше были, допустим, Alibaba, это магазин, онлайн-магазин, были транспортные компании, были финансовые компании, были мессенджеры, они все начинают сливаться друг с другом. Бичат начинает представлять финансовые услуги, являться поисковиком, не только мессенджером. В то же время, ну, кстати, вот многие крупные, тот же Google считается, что он отстает очень сильно, потому что он остается как бы именно поисковиком и сосредоточился на рекламе, умной рекламе, в то время, когда он перестал развивать новые инструменты, новый институт. Поэтому идет вот создание таких комплексных сервисных онлайн-интернет-платформ, которые, входя туда, ты можешь решить очень многие вопросы для себя, получить кредит, финансирование, найти нужную информацию через поисковик, коммуницировать через нее со своими клиентами или даже со своими друзьями в соцсети, которые там же. Ну, то есть, такие комплексные программы, которые резко сокращают издержки. Третье направление, которое хотел сказать, это действительно вот все, что сейчас забит весь эфир блокчейном и криптовалютами. Все основные компании в блокчейне говорят по-русски. Как ни странно. Есть, ну, кроме того, что наши компании, которые реально там сегодня, Waves, который занял уже очень серьезные позиции, но эфир, эфир, как он, эфириум, да, по-английски, Бутерин русский, говорит по-русски. Все время, когда мы рассматривали вопрос развития экономики, говорили, что новый этап в развитии, какой-то стимул к увеличению темпов роста всегда лежит в технологической сфере, появляются какие-то новые изобретения, и это становится новым этапом развития экономики. Институт экономики роста имени Столыпина, он не только готовил и подготовил стратегию, но еще и активно уже сейчас работает над тем, чтобы ее реализовывать, основные положения, и это касается и цифровой экономики тоже. Потому что мы проанализировали весь опыт сегодня регулирования, вот третье важнейшее направление в цифровой экономике, это блокчейн, новые системы записей, верификации данных. Тогда, когда не государственные реестры и штамп нотариуса, который абсолютно неэффективен, и не гарантирует ничего, но является неким внешним свидетельством того, что эти данные надежно сохранены. Вот теперь сама система, сама сеть обеспечивает надежность данных. Государство становится ненужным. Все реестры можно хранить в сети, она сама будет обеспечивать, и стопроцентно надежно обеспечивать на то, что информация не будет изменена. Это все реестры могут туда вноситься, от реестров клиентов и счетов. У тебя в банке, собственно, на чем основаны криптовалюты, когда невозможно изменить ничего у тебя в криптокошельке. И тогда банки не нужны, потому что банк, его основная функция – это подтвердить, что у тебя деньги есть, сохранив их у тебя на счету. А кроме этого, перевести деньги твоему клиенту, или к твоему контрагенту, для того, чтобы освещать твоему поручению транзакцию. Вот ни одного, ни второго не надо, потому что счет в криптокошельке абсолютно надежно сохраняет твои деньги, значительно лучше, чем в банке, и даже не подвержен хакерским атакам, потому что это взломать невозможно. Второе, по твоему малейшему, вот нажатию нескольких кнопок, ты можешь эти деньги перевести кому угодно, кто имеет тоже такой же кошелек, криптокошелек. Нельзя ставить этому барьера. Конечно, любой, ну понимаете, и человек, государство как человек, когда его лишают какого-то заработка, работы, активности, поляны, как мы говорим, грубым языком выражаясь, конечно, будет сопротивляться. Но вот сегодня это ужасно сложный, противоречивый процесс во всем мире. Во всем мире государство пытается не сдаться. Вот сегодня мы там, Илья только что встречался в Лондоне с представителями английского министерства финансов, банков, они тоже изучают ситуацию, но очень осторожно действуют, потому что боятся этого лавины, которая на них сегодня надвигается. В Японии произошла немножко другая, в Сингапур, да, но Япония не от того, что они хотели прямо вот развивать цифровую экономику, они приняли это законодательство, а от того, что цифровая экономика сегодня развивается вне... независимо от их желания. Независимо от них. У них создаются биржи, обменные, допустим, криптовалют того же биткоина на другие валюты, но они никак не регулируются. В результате, в общем, главный стимул японцам было вести свое законодательство было то, что у них одна из таких бирж рухнула, причем очень крупная по обмену криптовалют. И оказалось, что огромные вкладчиков, инвесторов, владельцев счетов оказались без своих денег. И это повлекло за собой реакцию японских властей в защиту вкладчиков, которое должно было сегодня регулировать, все-таки начать регулировать эти процессы, но самое главное не запрещать, а регулировать. И вот это японское законодательство, которое привело к тому, что практически это первая страна в мире, которая легализовала криптовалюта и блокчейн. И вот сегодня ориентируясь на это законодательство, на решения, которые были приняты в отдельных штатах, в Соединенных Штатах Америки, в Сингапуре, мы готовим тексты российского законодательства, провели уже не одну встречу, в ней участвуют там и Сбербанк, несколько центров, которые работают в этом направлении, аналитический центр при проведении, центральный банк участвует. Мы готовим законодательство, чтобы оно с одной стороны легализовало процесс, сняло все негативные вещи, которые идут с криптовалютами, блокчейн вообще нет негатива, а вот в криптовалютах есть это, то, что анонимные кошельки, хотя это самые прозрачные, там невозможно ничего сделать незаметно, незаметно. Единственное, что все криптокошельки видны, но они под номером, и просто нужно сделать так, чтобы это был не номер, а имя. То есть легализовать, то есть идентифицировать каждый из этих криптокошельников, вот это требование, кроме лицензирования для бирж, некие системы защиты вкладов, сделать вот это, и тогда мы будем готовы к дальнейшему развитию. Я понимаю, чтобы завершить эту тему, что институт роста и стратегии роста являются одним из немногих, наверное, институтов, которые в масштабах страны сейчас пытаются это внедрить на всех уровнях нашей экономики. Институт роста, партия роста, все мы, как большая группа, пытаемся не только развивать отдельный бизнес, хотя у нас вот есть очень серьезные продвижения наших товарищей в отдельных направлениях там и по майнингу, и по созданию оборудования, по созданию нового процессора, который пока еще не квантовый, но уже новый процессор. Это скорее такие предпринимательские направления, а если говорить глобально, и создавать систему для всех, правила игры для всех, убеждать государство, что нужно идти в эту сторону и обязательно создавать сегодня законодательство, которое бы не издерживало, а давало, делало эту весь этот сектор легальным и продвигало бы его вперед.